сегодня 24 декабря 2021 года сейчас 12 часов 30 минут меня зовут алексей михайлов мне 28 лет и сегодня я решил прогуляться по новогоднему городу вот так вот почетче ярмарка на малый садов уже во все работает хотя еще только 12 часов вечером тут конечно будет столпотворение сегодня пятница сегодня же кстати еще иностранный кризис иностранное рождество наверно тоже много людей будет гулять вон какая красота на витринах самый настоящий новый год дед мороза на любой вкус и цвет или вот щелкунчики с тигрятами эти витрины новогодние так красиво выглядят конечно прям самые настоящие арт-объекты как сувенирные лавки вот эти достопримечательности только тематические просто товары на любой вкус и цвет эти даже может ручная работа сегодня снова кстати идет снежок как и в прошлый раз но днем к сожалению гирлянд не видно они вовсе горят но их не очень видно особенно на видео но ничего страшного если бы я снимал ночью гулял было бы видно только гирлянда стороны было бы не видно хотя еще не вечер еще потемнеет а вот и матрешки кстати но матрешки обычные новогодние хотя с другой стороны они в шубках так что вполне себе вполне себе зимние какой-то степени было бы прикольно если был бы дед мороз матрешка или вот магниты но опять же не новогодние а просто сувенирные ну как бы там ни было причем народу уйма я думал народу будет сильно меньше почему-то мне казалось но нет пятница все гуляют самое настоящее новогоднее настроение в городе и я дошел до конца первой части ярмарки сейчас поворачиваю на площадь там вроде как тоже что-то должно быть щелкутчик снова стал новогодний тематик тематика новогодних украшений этого года и действительно там на площади для продолжения ярмарки впрочем как я это понимаю тут основная часть ярмарки потому что елка стоит именно тут ну что вхожу внутрь в общем тут есть часы каток карусель и паровозик все находятся слева поэтому я в общем-то и пойду налево ну точнее прямо тут людей уже хотя нет не меньше столько же здесь все в стиле щелкунчика на европейский манер как и в прошлом году впрочем красиво смотрится красиво здесь прикольно что у нас стали проводить вот эти новогодние ярмарки рождественские ярмарки точнее так как в кино а вот и паровозик показался у него такой яркий перед на видео может не видно на живую прям вообще насыщенный насыщенный вот эти лампочки и собственно елка елка искусственная она выглядит очень красиво кстати интересно может эта елка которая на дворцовой площади стояла вот до двадцатого года вполне может быть кстати по размеру похоже во всяком случае до дворцовой площади я еще дойду если что приближу поближе ну красота же прям вообще снежок еще падает манежная площадь она обычно полупустая тут практически никого нету полторы машины до полтора человека в сквере но когда тут рождественская ярмарка тут прямо столпотворение площадь очень сильно преображается но этот паровозик это нечто просто еще раз его засниму поближе какой у него яркий перед прям вообще просто прелесть и какая красивая штука стоит в сквере что это тортик? наверное тортик и наверху мышь в короне не этот торт хорош конечно спасибо 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 вот здесь очень классная зарисовка с елочкой вдалеке и с мышиным тортом спереди какой же он все таки яркий я сладкое не ем но мне аж прям захотелось подкусить кусочек манежная площадь однозначно самое красивое место перед новым годом ну на мой взгляд оно так украшено конечно что в этот год что в прошлый просто офигенно если присмотреться на то можно заметить что деревья тоже все украшены гирляндами которые даже включены вот гирлянды которые включены днем это конечно круто потому что обычно конечно же нет надо что все гирлянды работали днем я считаю до конца февраля вот это классно было бы просто прелестно елка красивая конечно хотя на дворцовую еще лучше я видел ее уже когда вот ее устанавливали и сейчас я направлю свою сторону кстати тут в принципе я уже все посмотрел все да не все там часы впереди когда нифе обязательно надоеду почему бы и нет и я не знаю что вы думаете тут но и я и я на и я и у и я и я и и и и и и Чувствуется, что они идут. Ну вот такая вот рождественская ярмарка в этом году. Можешь тогда еще вечерком прийти. Ну что, возвращаясь сначала своего пути к Невскому проспекту и двигаюсь за дворцовую площадь. Тут, кстати, и у кафешки, тут же на улице еще и кафе располагаются, а тоже у украшения. Причем тут куча натуральных елок они принесли и веток. Прикольно смотрится. Скульптуру фотографа во полной программе занесла за этот снежный декабрь. Но он хоть под зонтиком, а его песик нет. Но он железный, ему все равно. Вдалеке он императрица, а вблизи, покрытая красивым снегом, Вдалеке. 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 Чувствия грибоедовой и мойке. Но они, как-то, пути можно и wholesale from予告. Чтобы в гостиного двора. Теперь дворцовая площадь. и конечно же поднимусь на второй этаж как обычно такие красивые эти конструкции светящиеся поставили так как я никогда никого тут больше не видел ну практически я считаю это место своим личным балконом эти штуки такие яркие конечно причем я смотрю даже снега нанеслось сюда что бывает достаточно редко да снег это конечно прекрасно этот декабрь действительно какой-то аномальный получился потому что мало того что очень холодный минус 10 без остановки стоит вот сегодня потепление которое причем только утром будет к вечеру опять до минус 8 похолодает так еще и снег идет без остановки это практически 2010 год вот это то же самое было тоже очень снежно и очень холодно но кубики это просто шикуют когда размыты они прямо вот видно практически как в жизни то есть они такие яркие а когда чётенька они не очень выразительные но все равно классно что придумали светодиоды очень яркие и цветные потому что раньше когда лет там 15 назад в детстве когда вот были просто лампочки они конечно более тусклые были гирлянды а когда вот они светодиодные гирлянды они прям вообще яркие прияркие тут появились рекламные тумбы в которых находится скульптуры несколько штук такое уже было в прошлые годы кстати достаточно круто смотрится хорошо что эта традиция продолжают и кстати я забыл помню что Невский проспект тоже украсили да и достаточно красиво но к сожалению его не включают днем то есть на фонарях украшения они выключены до вечера но вы поведу отсюда так ну что я дошел практически до конца балкона сейчас спускаюсь вниз и и ну наверное мы должны двигаться по нескому проспекту я просто думал-думал-думал куда-нибудь нужно до русского музея в принципе дойти но у русского музея смотрю никаких украшений нету новогодних так что туда я не пойду у меня сегодня как новогодняя прогулка я себе решил строить такую тематическую прогулку пройти по всем новогодним местам в городе ну практически по всем и мне это очень даже хорошо удается потому что ярмарка на манежной площади это конечно нечто очень классно что она такая вот крупномасштабная там прям как в иностранном новогоднем фильме старом потому что в детстве по телевизору показывали другой отсюда вид хороший открывается это вот так вот мне особенно нравится самый настоящий город почему-то классно сделано что здесь есть и подземный переход через вот эту улицу и надземный переход одновременно что можно и так и так перейти кстати да в самом гостином дворе тоже есть новогодняя ярмарка я хочу в нее тоже зайти я про нее совсем забыл она находится как я понимаю во дворе только я не знаю сколько стороны в нее вход сейчас я выищу его написано что это изделие ручной работы кстати гостиный двор выполнен в форме кольца то есть у него внутри находится двор например станция метро гостиный двор она находится не в самом желтом здании а в пристройке сзади вот оно если войти в центральный вход гостиного двора как я и думал можно пройти в этот самый двор и вот эта самая ярмарка впереди людей здесь меньше чем в ярмарке на манежной площади может она даже не работает сейчас но мне тут даже нравится может у него устаревшую информацию но вообще насколько я помню сюда вот просто так зайти нельзя было именно по двор гостиного двора тут на самом деле красиво отремонтировано частично то есть впереди я смотрю окна еще не успели вставить на вот блоку уже все такое новенькое чистенькое даже вон каток есть как в Новой Голландии прямо скорее всего она открывается просто по торту потому что сейчас 12 ну уже 13 часов еще слишком рано конечно большинство людей в будний день еще работает вот тут прикольно уютненько так если вот не нравится стопотворение мне кажется это само то место вот здесь вот есть вообще красиво будет возле львенка причем тут даже есть навесик и столики с лавочками под ним очень приятное место и главное людей нету стопотворение и кстати качели на этом самом навесике как на что двигают дальше домик Деда Мороза но вход только для детей ну вот снова в пролезе кстати на фоне ой не на фоне а напротив центрального входа в гостиного двора находится находится большущий Дед Мороз возле которого все фотографируются ну как впрочем и прошлые года елочка такая вот характерная особенность этого года в том что так холодно и так снежно что все дороги даже вот самые центральные они покрыты снегом вот проезжая часть обычно там все растаявшее такая слякоть а здесь прям ну не здесь а в этот раз все прям в снегу да новый год как из кино в этом году очень круто бедные дворники в этом году снега конечно мне кажется за весь двадцатый год выпало в начале двадцатого года же была бесснежная зима вообще а потом как в двадцать первом вышлаза в двадцать втором зарядила так и не останавливается ну вот какая классная мера поддержки молодых скульпторов а может и не молодых скульпторов что выставляет их работы прямо в центре города очень классно на самом деле прям музей под открытым небом на Думской улице тоже никаких украшений нету тут в принципе практически никого и нету я же получил QR-код я же сделал прививку себе двадцатого числа мне теперь есть QR-код то есть я могу теперь заходить на всякие концерты ночные клубы в музей кстати типа Эрмитажа потому что пока что QR-код особо нигде ей не нужен то есть и продовольственные и продовольственные магазины и так работают вот еще отсюда кстати классный вид открывается вообще так классно что вот именно здесь в центре есть места где можно подняться на уровень второго этажа как на обзорную площадку да и осмотреться в разные стороны вот здесь особенно красивые украшения висят над дорогой такой прям имперский стиль с коронами вот отсюда вообще шикарный вид а снега все больше и больше он только усилился с утра мне нравится просто невероятное количество осадков в этом году если присмотреться под шины машин они аж прям а на видео не видно он аж прям этим короче вверх идет как бы это сформулировать ну ладно как-то наверно доимозно рождественская инсталляция полностью в снегу внезапно хотя это в принципе ожидаемо так что ее совсем не видно у Казанского собора так что наверное и нет смысла подходить ближе но если подойти поближе и присесть то в принципе видно здесь занимательно что сегодня иностранное рождество 24 декабря у меня день рождения 7 января то есть в наше рождество ровно через две недели мне будет уже не 28 а 29 лет как время быстро летит тут я заметил так много голубей припарковано и по давней традиции я конечно же пройду сквозь них потому что испугаются или нет 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 расходятся но практически не боятся что голуби настолько одомашенные в городе что вообще уже не боятся человека как они классно разлетались если вот резко в них налететь вот так вот просто все в снегу так вот украшения канала Грибоедова они не очень то и видны днем к сожалению ну ничего страшного и вон там на мосту тоже стоит такая штучка которая тоже будет светиться в форме сердечка вроде вон какой тут магазин красивый на Минском проспекте последние годы появились кондитерские магазины очень такие яркие разноцветные светлые несколько штук вот это один из них улица Малая конюшенная очень похожа на Малую садовую улицу своей пешеходностью но на ней нет в празднественской ярмарке в принципе и не ожидала что она там будет так что я двигаюсь дальше по Невскому проспекту но с нее открывается очень классный вид на Казанский собор мне кажется в прошлый раз здесь не было позолоченных часов ну во всяком случае год назад точно если присмотреться уже 14 то есть скоро потемнеет может я даже и тут задержусь тут доверен а вот улица большая конюшенная кстати по размеру меньше малый украшена тоже достаточно сильно но все украшения выключены их как и на проспекте включают только вечером к сожалению вот это работа опасненько однако лед кстати тоже уже так прям уверенно встал на реках что вообще невероятно может в этом году и новогодняя ночь будет тоже холодной потому что обычно она теплая с прессовой температурой когда все растаявшее и украшения на мойке если что тут висят гирлянды по бокам справа и слева тоже еще не работают к сожалению ну и окна дворцевой площади точно горит и аналогично на большой морской улице тоже все украшения выключены да надо сюда еще однозначно прийти через два часа когда все включится я наверное сейчас дойду я до Новой Голландии иду до Семи мости а потом наверное вернусь обратно тут вот тоже стоят скульптуры в таких вот витринах да очень классно что вот это вот который год уже вот так проводится хорошая такая традиция а вот собственно и главная достопримечательность этой зимы настоящая новогодняя елка на Дворцовой площади и до нее я наконец таки дошел и слава тебе господи что ее включаю днем это может не кажется или ее в отличие от прошлого года немножко поближе к Эмитазу подъемли то есть на полном раньше ближе к обходе старых экспресс все не кажется сделка точно такая же как в прошлом году красная красная потому что приятно все кончик конечно является там новогодней цематикой в нашем городе он везде что в принципе и не плохо и огромная такая красивая рязанность а главное все елки что большая что маленькие вокруг припорошены снегом это как бы в ряде дополнительного вопрошения классная вот эта вот инсталляция что не только одна большая елка но и куча маленьких вокруг кости сделает мутненько то она прям это так фигурно смотрится фигурно смотрится потому что когда четко оно как-то ну тоже неплохо но не так тут даже площадка для фотографий есть ничего себе с нее такой вид открывается вот на самую украшенную часть елки прикольно ну что двигаюсь дальше хотя можно и тут потусоваться не на самом деле я таки подумал я сказал типа проведу немножко больше времени чтобы успеть когда зажгутся гирлянды но сейчас я понимаю что я и так успею в этом потому что у меня слишком много места еще впереди да она красивая конечно классно что елка настоящая потому что там в семнадцатом и восемнадцатом году она была как вот на манежной площади она просто какая похожа на настоящую но не настоящая не то что называется а это прям вообще высший 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 сорт высший класс тут еще есть некая новогодняя почта чтобы это не значило и висит обычный почтовый ящик наверное сюда можно бросить открытку и она даже дойдет до адресата и снова снежные горы в общем такая вот дворцевая площадь 24 декабря до нового года осталась неделя просто прелестно как я и сказал дальше у меня по маршруту новая голландия туда я наверно просто дойду не буду снимать потому что ничего особенного по пути не будет только в каких нибудь местах вот эта штука тоже очень яркая кстати будет ночью новый год тут на каждом шагу просто куда ни посмотри ну это вообще шикарно на Исакевской площади тоже установили елку и кстати леса в гостинице Астория практически сняли уже и как я в прошлый раз заметила она действительно посветлела немножко и красавец Исакевский собор тоже есть в снегу да действительно как не выйду из дома так пойдет снег удивительный декабрь было одно потепление вот достаточно сильное на несколько дней когда аж прям почти прессовая температура была я так как раз в Зеленогорск съездил потому что в целом потому что в прессовую температуру приятнее за городом находиться и вот сегодня минус 4 утром было на фоне минус 10 это можно тоже считать с потеплением а так вообще все время холодно прям аномалия тут за манежем находится такая прелестная елка где вместо игрушек вопросы но скорее всего это не просто елка какой-нибудь арт-объект потому что тут постоянно какие-нибудь арт-объекты появляются и я думаю что это один из них что-то он наверное символизирует вопросы наверное неопределенность в эпоху коронавируса или что-то типа того Конногвардейский боливар тоже и весь в игрушках хотя вроде и в прошлый раз был но они с этим вот те самые доводы что красиво разлетаются мне сейчас только что покормили и мне что-то кажется что им не до меня так что красивого полята не будет я замечаю что становится все темнее и темнее кстати и я дошел на площади туда и на ней тоже поставили елочку вот такую вот такую ну что схожу в Новую Голландию а я думаю тоже поставили уже елку внутри вот этой бутылки круглого здания это был в прошлый раз в прошлую прогулку кстати внезапно поэтому особо тут много снимать не буду но поснимают именно новогоднюю тематику что-то для них нечто похоже на елочный базар то есть получается можно в Новой Голландии прямо взять и купить елку и это в другой стороне уже 24 декабря то есть наверное в городе уже елочные базары появились а вот собственная елка мне всегда очень нравилась вот эта декоративная конструкция сверху плампу конечно офигенно просто смотрится причем если посмотреть тут елка немножко сверха то есть не нравится гирлянда на ней вот разница на лицо просто сразу вдруг уже не вспомнила а сейчас там у настоящее не бывает тут тоже елка причем занимательности народу здесь практически нету это потому что обычно здесь толкучка как вот на манежной площади главное причем на данный момент здесь куча народов просто сидит и греет руки то есть вот вот стоит рукогрейки например вот внизу справа и об них можно согреть руки хотя рукогрейки снаружи почему-то вот такие вот эти вот эти были нерабочные сегодня в будни ли может быть только по выходным случайно что бы там не было ни 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 Новогодний божаток Так удивительно ходить по Новым Годам Перед Новым Годом я уже делюсь Очень странно Я думаю, сегодня здесь действительно все ближе к вечерок Я в Новогодний день Прекольный день Ну и конечно дойду я до катка А сеанс катания уже кончился Никого нет Сегодня клик в среде значительно меньше здесь Я тут в прошлый выпуск снимал Тут было значительно более многолюдно Потому что это была суббота А сегодня пятница, рабочий день И никого особо не хотят Сегодня не иностранное Рождество, но оно не особо справляется Так что Сегодня как бы Более пустынно Но ничего страшного Ну и конечно елочка сверкается Она не просто натуральная Она еще и взрывает То есть она растет из земли прямо Просто прекрасно Это конечно Высыпина так, когда елка Она не просто натуральная, но еще и взрывает А пускай она будет Более ныненькая Прекрасно А вот это Снегоуборочная машина Ну или как она называется Которая в Ледовом дворце еще тоже ездит Которая проехала И после нее Глаз-глаз вперед Или как-то Плезораздаунивающая машина Скоро он едет И после него глаз вперед остается Так классно Он такой мокрый, блестящий Так ну что сейчас 15 часов 20 минут Темнеет все сильнее и сильнее И следующая точка моего маршрута Это Семи мостя Я надеюсь, что когда я туда дойду Там как раз и включат освещение Там тоже красивую Красивые грилянды весят на мостах Да, хороший сегодня день Возле Мариинского театра все по-старому Также станция метро строится И также консерватория в лесах Кстати, стало еще темнее Эта станция метро театральная Конечно, строится уже целую вечность здесь Я еще помню времена, когда здесь можно было Ну вот свободно проехать То есть не было вот этой конструкции Наполовину дороги Кстати, вот это здание Очень долго строилось Ладно, например, тут просто стена стояла От него и вот сейчас его практически доделали Так вот, я вот на этой работе, на которой работал летом Где вот макеты делали Там, короче, был огромный макет Вот этого района Целиком То есть аж до Семимостя И вот это здание было по центру этого макета Я так понимаю, что Это был макет вот для этого жилого комплекса Или что это такое Такое вот совпадение Вот его уже практически достроили Вообще, такой район странный Вот эта площадь, что она Вся строится Вся в лесах То есть одно здание уже готово Но оставшиеся все еще Все еще делаются Вот я и дошел до Семимостя И вход в парк, как обычно, закрыт на замок Но дошел уже слишком быстро Минус за 10-15 Поэтому иллюминацию я вижу уже на несколько секциях Ну так хорошо Тут, короче, так же, как и на реке Мойке Перила на набережной Оборудованы бирляндами Которые заваляются по вечерам То есть они так красиво смотрятся по ночи Семимостя, как всегда, очаровательна в снегу Все всегда занимательно, что в этом году очень холодная зима Но при этом по льду ходить запрещено Ну а в теплые зимы было разрешено зимой Потому что сейчас-то вот на лыжах кататься по снегу, по рекам Вообще самое то Было бы, да или просто гулять Мне помнится вот этот вот спуск на лед нравился Очень такой удобный Ну что, может рискнуть и подождать пока включат освещение здесь Но на самом деле мне тут слишком долго надо было стоять Минут тридцать или сорок, если не больше Потому что еще пятнадцать с чем-то А включают после шестнадцати ближе к семнадцати Так что пойду я к Невскому проспекту Да посмотрю на иллюминацию уже там Такой вот Семимостя Интересно, как долго будет ремонтировать колокольню? Я надеюсь, не так долго, как этот спас на крае ремонтирует Я думаю, за пару лет справится Просто двигаюсь дальше Обратно в сторону Невского проспекта Но уже по Садовой улице Я, наверное, тоже снимать не буду особо здесь Потому что тут особо нового года нету У меня сегодняшняя новогодняя тематика Так, ну что это свершилось На Новодесенском проспекте, практически Возле Кесакевской площади Включилось обхлечение И загорелась иллюминация И вот здесь Да Садится, все без лесов теперь Опять виден с этого проспекте Как и раньше Прекрасно Потому что надолго в коробе стояло было так Ну не очень А вот сейчас вот как красиво Стало как в Сенаттон Я думаю, что здесь космическая тематика оформления То есть планета и звезды вокруг нее Это промежуток времени Когда вот это в площади освещение Но еще все равно Улица очень красив, конечно В общем так Такие выразительные цвета Получаются Сочетание светлого голубого неба И золотых И золотых Ну как Золотых тоннари Даже не знаю, как это описать Так что средвигается Адмирал действовал Ввиду вот, конечно, вообще убойник Здесь там елку скрее Скажем, я так не поближе подойду Кстати, вот и туристы Культический автобус стоит Возле памятника Я помню, что у нас могли на автаж ездить Постоянно здесь Куча автобусов стояло Китайские туристы Ну Или просто с туристами Очень много было А сейчас вот Долго не было Но вот опять планируется Ну вот В подсветке совсем другое дело Кстати, эти шикарные деревья Тоже украсаны Ну так же, как и в Новой Голландии Но куда Ночью оно, конечно, более выразительно смотрится На Малой Морской улице Все На Малой Морской улице Все петли Колбы подсвечены синими петлёдами Хотя Не помню Они летом Люди как тоже были Но можно считать Новогоднее выкушение Его рода Ну вот В подсветке без подсветки Просто небу и земля А вон показался Несколько проспектов Вдалеке Он у нас прям горит На фоне всего Но Но я дойду до Дворцового моста Тут недалеко Хочу посмотреть Японок раз Дворцовый мосток Сюда на высоте Слезисово сделанные Конструкции сверху Вообще обалденно смотрится Но Не кажется Тут машина Это еще крыша Улицы 2-10 А для крышоходов Тут не старятся Вот где армитады Третья ворота И фонтаны Вдалеке Ну вот какая шерсть Да Хотя петли до конечного Сильные преобразители Новогодни Убраска Такие яркие И спутные Ну Такой вот Новогодний образ Возле Эрмитажа Ну просто я уже видел Хотя Может она путь все по другому Вылезет Адвард Турок доски стала Более людной Заметно И дома стали подпечены Сотелка так поразительно Смотрится На фоне На чинь намного ярче Днем Машина увеличилась Количество Сейчас наверное часов А вот ощущение Сто часов Девятнадцать сейчас Хотя на Камбле Где-то шестнадцать Как рано темнеет В это время года Тут подъемка Прямо самое настоящее Столкотворение Обратовалась Как она прям горит Выразительно Что-то даже Нереально Немного Прямо Прямо А мы Настоящий Новый год Турок 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 Так Это Ф Lego И Вот А что Турок аспектно, что-то я уже сферил занимательный факт, что снегоуборочные машины катаются по кругу по площади и сгревают снег и вот тут так много падаешь, что я так понимаю здесь проводят не круглосуточно и поэтому такие вот огромные горы, что у них не срывают даже вывести, как прикольно смотрится да, реально 2017 год у нас сегодня кто-то как приедет большая морская улица с подверткой всю пустеру прям небо и земля ну что, я и дошел до Невского проспекта на который наконец включили подключение очень круто смотрится надо поближе подойти по крайней мере, очень дальше, конечно взросл такая пробка, конечно, безумная хотя, казалось бы 15-17 а вот, собственно, подсветка на мойке выглядит очень похоже на синемости представьте на ферила переделанные вот эти вот украшения, напекающиеся бирлянды хотел сказать, вот отсюда повыше видно, но поехал дроллейбов совсем не загородил слишком плотное движение людей и автомобилей, конечно, сегодня вечером просто безумно люди, аж на тротуар местами не помешают но здесь все ворсало на мосту без проблемных вот подсветка на большую конюшную улицу просто небыли земля с тем, что было сегодня там малая конюшная улица тоже хороша она же со своего размера размер смотрится так простой, кстати я говорю ночью со включенными бирляндами скрученными прямо небыли земля получается могу ли я подсветиться в елку возле казанского сногора? не, не смогу и по автобусу так сложно сказать, что вообще никак невозможно ее увидеть такая бесконечная пробка на местном площадке, я могу там не было елочка тоже загорелась вот вот такие же конструкции как вот на дворцовом мосту то есть двуцветные светодиоды офигенно смотрится, намного круче, чем вот на мойке, например, или на семье мосте, когда просто гирлянды то есть, вот такие светодиоды они конечно сильно преображают внешний вид это действительно было сердечко впереди и оно тоже переливается разными цветами смотрится вообще убойно конечно кстати, Дон Вингера тоже украшено смотрю я же снимал вот эту конструкцию в Лизе по-моему прикольно оформление вообще такое классное, прям имперский стиль с коронами все такое желтое и красное вон как это смотрится с другой стороны обалденно по-моему ну и конечно вид сверху как же без него просто шикарно просто шикарно ну и конечно же с другой стороны да, шикарная обзорная площадка тут конечно сколько людей сколько людей сколько машин сколько иллюминации вокруг прям вышивший пилотаж новый год в квадрате просто 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 невероятно 500 диоды это конечно нечто просто чудески ну и конечно же вид на проспект офигенно тут конечно суперская обзорная площадка вот если прям хочется приехать в самый центр города нужно приезжать вот сюда особенно вид сверху хороший я сейчас стою прямо над выходом из метро из места и это причем еще даже наверно не вечер то есть сейчас часов 16-17 ну ближе к 17 то есть необычу чуть-чуть светлая даже не страшно я представляю что здесь будет там через 2 часа это к тому что большинство людей где из метро выходят а не заходят в него то есть это не с работы люди едут а потому что не с работы приехали сюда при том что тут как я сказал а нет пары человек он впереди идет но как бы там ни было в своем гостином на дверях саде тоже все украшено но у меня в тепле так быстро запотевает объектив что оно сейчас все покроется дымкой и собственно ярмарка из начала видео на Малой Содовой улице тут не особо чего поменял так людей стало намного больше это световая конструкция мне кажется что в прошлом году что в этом году самая большая в городе она такая прям яркая прияркая а людей прям как из метро кстати внизу ну это и хорошо кстати настоящий праздник я сегодня прям программу максимум выполнил свою обошел все что хотел чему очень рад хотя я сюда и без видео периодически приезжаю и еще приеду в этом году несколько раз но как бы там ни было с видео с видео сегодня все обошел прекрасно теперь надо ехать домой кушать и отдыхать сейчас 17 часов 5 минут так что я вхожу в метро да отправляюсь домой а зайду-ка я еще в эту ярмарку гостиного двора кстати ну вот тут прямо секретное место это ярмарка потому что людей практически нет то есть они есть но немножко в другой стороне так что если хочется без толпы отдохнуть то сам бог верил ехать сюда люди если есть то и здесь тоже нету странно при этом все работает а все под навесом сидят хотя может она еще в полную силу не работает типа каток может только я смотрю заливает еще ну в общем это не так важно ну а теперь точно в метро а я еще снимал возле Нарских ворот иллюминацию напоследок так что на этом еще не все тут висит расписание сегодня 24 декабря сегодня будет аккордеонистов это баянистов с 18 часов но сейчас 17.10 так что я уже не успеваю и огненное шоу завтра завтра наверно круто будет и тот самый паровозик которого я не дождался пока он зажгется в позапрошлом видео или в прошлом каком-то из них а вот он в итоге горит а вот елочка на Нарской кстати на самом деле она не мерцает она просто горит иногда зажигаются колокольчики но на видео почему-то вот мерцает и хорошо сегодня погуляла однако в общем спасибо что досмотрели видео до конца подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте комментарии но на сегодня все таковы 24 декабря 2021 года на исходе этого невероятного года да очень насыщенный год было однако да до дома до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...